Всем хай! Всем приветики. В общем, недавно мы с Лианой нашли какой-то очень странный салон. Точнее, не мы нашли, а Лиану нашла. И мы в него вошли. И там было весьма странно. Я даже не знаю, что еще можно сказать, поэтому просто посмотрите на то, как этот салон выглядел снаружи. Это было ужасно, если честно. Все начиналось как в сказке или в каком-то очень хорошем сериале. Был хороший, прекрасный, теплый, солнечный день. Да, видео снималось еще весной. Ну, ребят, так уж иногда бывает. Салон находился в центре города. И было настолько потрясающе хорошо, и настроение было тоже клевое. Ура, я наконец-то сделаю маникюр. Что никто не ожидал жести. Так, сегодня идем делать проверку. Впервые, наверное, за год. Мы идем в один и тот же салон с Лианой. Так что посмотрим, кому и как сделают. У нас будет два мастера. Топовый мастер и, по-моему, ну, рядовой. Обычно, я не знаю, как правильно называется, который будет у меня. Посмотрим, что нам сделают. Что же посмотрим. Где? Зачем я пошла не туда? Нет, это явно здесь. Наверное, вот это. Здрасте. Я на 13. У меня наращивание. Да, она придет чуть позднее. Ну, я просто пораньше приехала. У меня наращивание. Хорошо. И, в общем, сижу я на проходной. Мимо ходят люди, открытые двери. Очень странный вайп. Наверное, один из самых странных салонов, потому что он как бы находится в центре Москвы. И, казалось бы, ну, как бы немножко не дотягивает сервис. Когда я зашла в салон, я, если честно, вздохнула с некоторым облегчением, потому что внутри как будто бы все выглядело достаточно цивильно. Но, как вы могли видеть по кадрам ранее, проход был несколько криповый, потому что в этом же здании находилось какое-то странное место по выдаче каких-то сомнительных карт, справок. Я не знаю вообще, что это. Была очень странная аудитория и очень агрессивно смотрящие люди. Короче, говоря честно, немножко так было жим-жим. Но, ладно, в салоне вроде все норм. Я пришла, мне дали развлекаться цвета ногтей, мне принесли пафейный напиток. Вот, сидим, ждем. Когда я пришла в салон и сидела, ждала свои записи, ко мне подошел администратор и спросила, ой, а покажите, пожалуйста, какой маник вы будете делать? Ну, я ей показала маникюр, который мы заранее кидали в салон, спрашивали, ваши мастера умеют так делать или нет, потому что он был, ну, не то чтобы сложный, но просто мы обычно всегда так делаем, чтобы понимать, чего и как. И нам, естественно, подтвердили, что да, так сделать можно. В общем, и, насколько я сейчас уже понимаю, администратор посмотрела на фотку и поняла, что мастер, к которому я лично была записана, так сделать точно не сможет. И поэтому просто взяла, отодвинула другого клиента, которым являлась Ляна, но тогда они еще этого не знали. И меня посадили к топовому мастеру. И дальше начинается еще больше сюра. Еще! Нужно выбрать цвет. И сейчас будет еще больше сюра. Меня пересаживают к топовому мастеру. Я показываю ей фотографию маник, которой, по идее, она должна мне сделать. Она молчаливо смотрит эти фотографии и просто точно так же молчаливо встает и отходит от меня обсуждать некоторые проблемы к администратору на стойку. В итоге было все как-то так. Как вы знаете, совсем недавно я вернулась из моего месячного путешествия по Европе. И мне очень много людей писало о том, что они тоже хотели бы куда-то полететь. Кстати, куда бы вы хотели полететь, если бы хотели полететь. Если бы полетели. Я думаю, все и так понимают, что путешествие сейчас достаточно невыгодно. Это весьма накладно. Однако есть очень выгодная кредитная карта для путешествий. All Airlines от Тинькофф. Фишка в том, что когда вы оплачиваете этой картой любые свои покупки, вы получаете за это мили. Копите их и потом меняете на билеты. И это очень выгодно, ведь одна миля равна одному рублю. Какие еще существуют преимущества у этой карты? Их, кстати, очень много. До 10% кэшбэка при бронировании отелей через Тинькофф путешествия. До 7% за тура, авиабилеты, железнодорожные билеты тоже при бронировании через Тинькофф путешествия. Если что, то цены в сервисе не отличаются от любых других сервисов. Ко мне пришел код. А еще до 30% в милях. Воспред с предложением. До 2% кэшбэка на все покупки. И что очень важно, бесплатная страховка, которая действует по всему миру с покрытием до 50 тысяч долларов. Тут даже входит страхование багажа, задержка рейса и вот эти вот все неловкости. Кстати, она также действует и по России, что очень приятный и полезный бонус. Поговорим про условия. Тут есть кредитный лимит до 700 тысяч рублей. До 55 дней на закрытие долга без начисления процентов. Быстрое решение о выдаче. Бесплатная и быстрая доставка карты по всей России. Условия реально топовые. Если что, обычно такая карта стоит 1890 рублей за обслуживание. Но для тех, кто оформляет эту карту по моей ссылке, которую вы можете найти в описании, будет абсолютно бесплатное обслуживание навсегда. Только по моей ссылке. Только в описании. Разница 1890 рублей и 0 рублей это все-таки такая неплохая разница. Выгодное предложение. Не откладывайте на потом. Ссылочка будет вас ждать в описании. А знаете, в чем еще больше сюра? Помните, в самом начале этого видео я сказала, что мы уже целый год не снимали видео, когда мы вместе с Лианой ходим в один и тот же салон? Так вот. Та-да-да-да-да-да! Мы вместе пошли в один и тот же салон к разным мастерам, но за одним и тем же маникюром. Так же то, знаете, детское правило. От перемен местных слагаемых сумма не меняется. Что? Что я только что сказала? Нет! Вы этого не слышали. Какой ужас, боже, стадобая. Я все перепутала. Короче, ну от того, что, грубо говоря, меня посадили к мастеру Лианы, ничего бы не изменилось, потому что мастер Лианы должен был сделать буквально точно такой же маникюр самой Лиане. Та-да-да-да-да-да-да-та-та-да! Фейл. Такой же, как от перемен местных слагаемых сумма, не меняется. В общем, и она такая, а я так не умею делать маникюр, почему-то вообще мне этого клиента дала, почему мне никто не показал маникюр. И, вообще, у нас нет даже стресс для этого маникюра. То есть, типа, смысл в том, что сначала им должна быть граффити была на ногтях. Я вспомнила, да. И когда я ходила, помнишь, когда мы делали проверки маникюра у подписчиц? Я ходила в салон, мне же там делали граффити и делали специальными маркерами. То есть, ну, это типа изначально то же самое, что прийти за маникюром за красным лаком, а в салоне красного лака нет. Но это просто невозможно сделать, если у тебя нету этого инструмента. То есть, они вообще настолько забили болт, что даже не узнали вообще, есть ли у них средства, чтобы сделать мне этот маник или нет. А вы не умеете, да, вот такую технику делать? Это типа рисует граффити? Ну, стемпинга нету. Ну, я постараюсь нарисовать, но точь-точь. Я поняла. Как бы не получится, да? Ну, вообще, да, это маркерами специальными рисуют, видимо, у вас их просто не было. Это и маркером рисуется, и, как сказать вам, стемпингом сделано. Ага, понятно. Ну, что-нибудь придумаем с этими ногтями в таком случае. Просто я не понимаю, в чем проблема, когда записывают администраторы клиентов. Клиенты, которые заранее отправляют фото дизайн и спрашивают, а вы сможете это повторить? Не спрашивать мастеров, смогут ли они это повторить, а просто, ну, типа, ты топ-мастер, я их тебе запишу. А, вы на верхней форму, да, наращиваете? Ну, вы можете, да, выбрать любой какой-нибудь красивый дизайн. Ага. А у вас всякие там наклейки, вот эти вот штучки есть? Пожалуй, я откажусь, я отказалась. Администратор, да, не спросил у вас, умеете, не умеете? Классика. Так постоянно случается. Ну, вот просто обидно то, что они не умеют. Ну, да. Вы бы хотя бы сразу сказали, умеете, а вообще не умеете. Странно получается. Я сразу скажу. Я такой человек, я сразу скажу. Ну, вы сразу, собственно, и сказали. Да. Да. Так что к вам претензий никаких нет даже в теории. Пришла ли она? Я пришла туда в ужасном настроении. Я не знаю, почему такое бывает редко. Она была такая злая, такая злая, что я такая, о, нет, это не тот салон, в который она может прийти злая, потому что сейчас будет все еще хуже. Во-первых, я заранее попросила нас с Лисой посадить вместе. И я пришла, и нас с ней посадили вместе. Казалось бы, по обычной жизни я бы отрегировала на это нормально. Но тут я была очень злая. И я еще смотрю, что меня садят туда, где человеку делают педикюр. А, там прям педикюр делают девушки? Да, там делали педикюр девушки, и меня садят на стол, типа через стол. Я все еще напоминаю, что мой мастер, которому посадили меня, должен был делать маникюр Лианы. Но из-за того, что у меня был, типа, сложный маникюр, а другие вообще даже близко такое не умеют делать, то меня посадили к ней. Ну, и пользуясь случаем вишенка на торте, то, что Лиану почему-то стали ввести в педикюрный кабинет, вообще непонятно какому мастеру. Извините, а можно вас на минутку? Да, а что делать, если я не хочу сидеть рядом с педикюрными креслами, чтобы ноги девушки упирались мне в лицо? Да. То есть всегда обычный педикюрный кабинет, они отдельно находятся. А тут вот буквально мое место, и вот чужие ноги, где пилят ногти. Если мне место мастера там, возможно, так как она сидит одна, то мы сейчас на другое кресло перейдем. Пожалуйста, просто это вообще не окей. Эти штуки не умеют делать. Какие? Которые рисовать вот эти вот маркеры. Да, не знаю почему. Убирание отправили в ход. Не знаю, но не умеют делать. Поэтому... Капиш на стрейдинге сегодня не самое оппозитивное. Выбирай себе наклейки. Я не хочу наклейки. Там, деньги я сделаю. Ладно, сейчас администратору разберусь, по-моему, что-то не должно касаться. Непонятно куда, но администратор шел в свое рабочее место, поэтому Ляна подошла к тому мастеру маникюра, который ее изначально хотели посадить. Не к моей, а, ну, которая, типа, ее замещает. И стала задавать следующие вопросы. А вам показывали дизайн, который мы будем делать? Нет. Нет? Специально заранее его отправили, чтобы вам показали. Сейчас я вам покажу. А сколько времени вам отвели на работу? Два часа. Два часа. Я просила пять. Два часа точно не хватит. Покажите мне. И я, конечно, сагрила, сказала, чуваки, ну, это не окей. Вам правда кажется нормальным, что ноги пилят там же, где руки пилят. И я не хочу сидеть там, где у меня ноги будут лететь в лицо. Потому что педикюрные кресла, они обычно выше, чем маникюрные. И как бы как раз таки много человека, но не моего лица. Да. Лисиные ноги, я не против, чтобы были рядом, но чужие ноги не очень-то бы и хотелось. Ну, вообще-то, особенно, когда их обрабатывают, они когда-то просто взлетают на камеру. Да, мне очень хочется иметь подножные какие-то молекулы в лицо. Курс. То есть ты, типа, записалась на пять часов, ты изначально выделила отечество, говоришь, что мастер только два часа? Да. Ну, у тебя же сложное наращивание снятия. Ты написала, что у тебя снять наращивание. Конечно, несколько раз я подобрадила, я сказала, что мы в салоне писали в дизайне, что сделаем. Конечно. Нет. Ну, это уже не салон, а это уже студия. Студия и салон они не знают. А есть, да, отличия? Да. А в чем отличается? Я просто не знаю. Ну, там по кабинетам они разделяются. Ну, вот студия, как бы студия. Просто все вместе. Я про этот факт, честно говоря, не знала, но теперь буду знать, это интересно. Значит, студия, это что-то от салона. В салоне кабинеты, а в студии, типа, open space. Ладно, а студия, вечно, это нормально, когда ноги рядом с верхом человеком. Да. Мне кажется, это даже, ну, не в одном месте в мире, а не нормально. В хостер, может быть, только в хостер. А там прям совсем рядом, да? Да. Я провела независимое исследование. Несколько часов я потратила на изучение темы отличия салона красоты от студии. И в абсолютно идеальной мультивселенной, к которой мы не относимся, потому что у нас каждый использует, как он хочет, название студии или салона. Студия, это, типа, концептуально то место, куда ты приходишь, и тебе помогает создать свой образ. То есть, ты говоришь, а сделайте мне что-нибудь, что мне подойдет, и они такие, во. То есть, изначально, как бы, даже студия звучит более а-ля пафосно, и это более такая штука, которая нацелена на работу совсем внешним образом, там, не знаю, от прически, даже в какой-то степени до консультации по поводу стиля. Салон красоты, ну, это буквально улучшенная а-ля версия именно в самом его концепции слова, парикмахерская. То есть, это то же самое место, где оказывают определенный перечень услуг. Там могут быть и косметологи, и парикмахеры, и визажисты, короче, и маникюр, все что угодно. Но, в целом, короче, разницы между ними нет. И абсолютно ни в одной статье, ни в одном даже юридическом документе, который, типа, ну, показывает, что вообще должно быть, и что входит в понятие салона или студия красоты, не написано о том, что студия красоты имеет open space, и педикюр должен быть рядом с маникюром. Короче, кто-то врет. И это не я. Это мастер говорил, администратор, там вообще... Я вообще была буквой, и помимо этого, меня еще не могли сразу посадить. То есть, я пришла к Лисиному мастеру, просто стою рядом с ней, потому что меня никто не сажал на маникюр вообще. Было реально очень тупо. Лиана приходит, администратор занимается своими делами, она даже не на телефоне сидит, она реально сидела за компом и что-то там делала. МБ, конечно, по работе, но это было странно, потому что клиент пришел. Лиану сначала, значит, отправили в эту педикюрную зону, она оттуда вышла, сказала, что нет, там дело не пойдет. А администратор ноль внимания, мастеров там нет. Единственное, мастера, который есть, это мой мастер, который делает мне маникюр. И, естественно, было бы очень странно, если бы мой мастер решала бы вопрос Ильаны. Но, конечно, в итоге именно так все и вышло, потому что администратор был эпох. Да. Ильана сама прозвела и села рядом со мной, потому что всем было эпох. Просто у меня, это, видимо, и мастер, она работает в 2 часах, хотя я предупреждала, что нужно 5. А-а-а-а. Угу. Ну да, сейчас 2 часа, вообще-то, только наращивание с ними. Угу. Я просто стою рядом с тобой, потому что меня вообще не посидели ничего. Это не типа я... Да, поняла, да. Исё, Балеток, не плачь. Не, я не буду плачь, конечно. Ну, тебе буквально глаза красные, пока. Да, я понимаю, опыт от капилляра. От злости? Не знаю, наверное. Я считаю, что дело очень правильно, но лица людей, которые тебя выслушивали, конечно, надо было видеть Мне кажется, ты была немножко в таком состоянии, знаешь, зло, когда ты не обратила внимания, как они на тебя смотрят И что, знаешь, мне не супер сильно понравилось, потому что это была как будто какая-то насмешка То есть не из серии, вот да, там клиенты в своих правах заявляют, но можно объективно сидеть там, когда тебе ноги летят в лицо во время маникюра-педикюра, это прям кринж И я думаю, что нет ни одного человека, кто со мной бы не согласился Ну вот, и они начинают, значит, Лианя такие язвительно говорит, ну, ну, понимаете, что у нас не салон красоты? Да, я просто офигела в этот момент, мне такие просто, ну, у нас, типа, студия, и я такая, окей А в чем разница, типа, между студией и салоном? Я такие, ну, вот в салоне отдельный кабинет-педикюр, а в студии общая зона, и я такая просто... И я такая, то есть вы считаете, что в студии это нормально, когда ноги человека рядом с лицом другого гостя А она такая, ну, ну, я не знаю, ну, типа, да Я такая, класс! Просто, чтобы вы понимали, насколько администратору было похно Лиану на то, что пришел клиент, и его буквально все еще не посадили Ему не выдали мастера Мне уже практически, считайте, сделали наращивание А Лиана все стояла рядом со мной и просто ждала, как просто кошмар какой-то, когда ее посадят Я такого реально никогда не видела И в итоге меня посадили рядом с ней, то есть как изначально мы и хотели Дали мне другого мастера, который будет делать мне маникюр Который работал первый день Который работал первый день, и, о боже, самое интересное, дизайн-то мы отправляли заранее Заранее, когда я села и показала мастера свой дизайн Во-первых, она сказала, что ей никто его заранее не показывал А во-вторых, она сказала, что на ней умеет делать такой дизайн И я такая, вы прикалываете? Ура, пришел администратор А, так меня уже специально записывали к мастеру на коррекцию А почему тогда моя подруга села? К сожалению, топ-мастер не работает с длинной длиной И так как менеджер был в записи, студия не знала о том, что коррекция по-настоящему большая А так, к сожалению, не работает с длинной То есть топ-мастер может не работать с длиной? Угу А тогда мы упираемся в новую проблему Я хочу сделать дизайн, который присылали вам в инстаграм А девушка говорит, что она такой дизайн делать не умеет Ну так мастер диктей не умеет, а как она сделает? Я его просто это стемпиль не умеет На этом этапе нужно было тогда предупреждать Сейчас что будет у нас? У тебя будет коррекция Так у меня наращивание уже Уайзата будет наращивание Сейчас вам этот мастер подделают в мониторе, но у меня не станет Так, кто мастер, у нас работает в длиной Что мы этот дизайн сделать не сможем, выберите другой К этому бы я числа Чукей бы и выбрала Это сюр Ну в итоге, короче, как вы поняли, ничего у них там не было Поэтому мы продолжаем делать маник Соглашаемся на том, что сделаю мне все то же самое Только без граффити Да, это как бы тоже неплохо Сам себе дизайн интересный, бла-бла-бла Но все-таки это уже не то И я такая просто сижу и... Я, знаете, я сегодня тоже, что это первый день А, первый день, боже мой Желаю вам хорошего первого дня Спасибо Извините, пожалуйста, вы не подскажете, у меня там пусто, мастер не сидит Поднаприваю, все хорошо А я задам Так, буду просто вам дать небольшую локировочку Гуля у нас работает с длинной длиной Она будет сделает наращивание Такие вот Я немножко забегу вперед, но я скажу вам, потому что я дико сгорела Меня мастер спросила, что мы делаем Я говорю, мы делаем снятие На правой руке я вам буду их показывать Ничего секретного Мы, типа, убираем ногти под ноль А на левой руке мы просто снимаем, типа, материал и все И... Она начинает отрывать ноги, ли, Аня Она просто начинает спиливать, если это коррекция А она их просто снимает, там идеальное наращивание было Идеальное Да, и она просто... Я просто в какой-то момент... Ну, я их поснимаю, но я отвлекалась буквально 10 секунд, может быть Просто залипла в своих мыслях И мой мастер такая, что ты делаешь? Ой, лисин мастер И она показывает, снимаю под ноль И я такая, вы что, прикалываетесь? И я смотрю на свой ноготь, на котором просто вот такой боковой... Дырка, просто дырка И я такая, вы что делаете вообще? У меня коррекция, мне не нужно делать перенаращивание, нахрена? Оно идеальное Просто... И в этот момент... Принежный момент На одно место присели все буквально Потому что, ну, как бы, времени отведено немного Делать новое наращивание в сто раз дольше И мой мастер такая, все нормально... Ой, лисин мастер, господи Лисин мастер говорит, что все нормально, не переживайте Типа, я это исправлю И я такая, почему вы это исправите? Да, почему просто? Тоже будем отщипывать? Да А, снизу отщипать? Может, я тогда переверну? Типа, я не знаю, как красота уходит Кроме Сколько времени садили с этим? Уже мало, да? На неделе тренадцать Может, даже две с половиной Не долго Идеально Спасибо большое, очень приятно Нужно просто снять Да я доделаю Хорошо, что я увидела А я просто не вижу Потому что вот там закрыт ноготь Нет, конечно, нет Ничего, я доделаю Тут прям сбоку дырка Да я выложу Да, можно выложить А там только чуть-чуть Видите, только вверх снимаем Вы рады, да, что не вам эти стразики снимать? Это да Я вижу, да? Котя, ты чем-то уходила Вот так Ты мое золото Я тебе помогу нарастить ногти Окей Я даже форму тебе сделаю Да хочешь, я дизайн сделаю Вот это сервис Только никто дизайн делать не умеет Но я сделаю, да? Я тоже могу помочь Ты тоже можешь помочь, да? Я даже делаю наращивание Все, давай ты мне сделаешь дизайн Из-за того, что мой мастер не могла сделать наращивание Она не умеет Да, коррекцию наращивания Первый день в этом салоне Первый день она работала Но, видимо, она не так уж и много раз не умеет наращивание делать На экстра длинные Вот И выяснилось, что пока Лисин мастер делает ей маникюр Мой мастер в это время мне просто снимает и делает маникюр Потом Кутикула Да, а потом мы меняемся И Лисин мастер делает мне коррекцию наращивания и дизайн А мой мастер Что тебе должна была делать, я не помню Что-то она должна на ней покрытие делать на вторую руку На вторую руку, которая только черная Ну, а в конечном итоге понятное дело, что я досидела у своего мастера, потому что меня делают быстро Вот, а пока Ляне просто обрабатывали кутикулу, они уже закончили делать наращивание Я отвечаю ей В этот раз я не разговаривала с мастером Это правда, Ляна не отвлекала Да, я просто сидела и как бы умолчала И когда я даже не поправляла какие-то костики, как я это делаю обычно Просто когда мне припилили ногти, такая Ну, припилили ногти, бебец Я чуть не расплакалась тогда, потому что у меня и так было плохое настроение И как бы оно не стало лучше от того, что мне припилили ногти Теперь хочется плакать, чтобы мне забрали ногти Сегодня просто 33 настроения Ляны будет Худоведно, но сняли все эти стразики, сняли покрытие Осталось только снизу снять И в принципе можно сказать, что Ляна готова То есть сейчас самое сложное, будем как-то снимать нижнюю часть Хорошо, давайте ее вверх А я спущу тут, спросила? Ну ладно Мастер, который это сделала, так сказала, что она не завидует мастеру, которому это снимать Ой, кстати, у нас наращен только на одной руке, я забыла сказать, только на вот этой На той у нас просто обычный маникюр будет, так что мы только левую руку наращиваем Класс Да Ну вот, видите, как нахуй Нормально, коротко Одну руку просто так, да, мы? Да, с одним еще только маникюр делаем Ну, маникюр покрытия будет Ну да, да, да Наращивание просто снимать Наращивание на одной Вы не против, если я сниму, ладно? Не против, конечно, снимать Спасибо Наращивание мне делали на верхние формы В принципе, я лично против них вообще ничего не имею Мне все равно, лишь бы было быстро и держалось хорошо Поэтому надеюсь, что держаться тоже будет хорошо Но в целом это выглядело как-то так Действительно, в отличие от классического наращивания, это занимает сильно меньше времени Ну да И все И все, дальше его отпокфиливают, естественно И получается маник Ну там корректируется все идеально Нет, иди так Так идти Мне кажется, в своем стиле на самом деле Ну, а еще цвет такой, да, приятный, прозрачный Что вы, вытешить-то Сухоцвет, как все налетит, как сверху Есть сухоцвет Не-не-не-не, это она издевается, да Да Сухоцвет Это был кринж Реально Вот, знаете, вот реально Момент кринжа Был тогда В общем, ну, мне заканчивают делать маникюр Да, это все еще не то, что я хочу Получается как-то так Леонид там все еще пытается обработать кутикулу Что тоже достаточно смешно Красиво Остренькие В общем, мне поправили все ногти Исправили, покрасили в черный цвет в самом начале Потом на черный наносили серый Чтобы сделать тот самый дизайн Который, ну, изначально мы заказывали Только правда без граффити, как вы уже могли додуматься И, в общем, все у меня это заняло полтора часа В целом прикольно Быстро Так, ну, вот обычно я первая Ну, я поем Очень быстро Очень быстро Очень быстро Так Ну, просто там осталось все Ну, тут все как обычно, без каких-либо изменений Кто-то может это объяснить? Ля ты крыса, конечно Каждый раз Каждый раз Так А знаешь? А что? Вообще-то это был мой мастер Должен был быть Нет, это был твой мастер Ну, короче, у нас такая смена мастеров Я просто хотела что-то Ты на моего мастера не претендуй Я тебе его сейчас Люблю за барсков Мне нравится, что он будет одинаковые ногти, наконец Да, и одинаковых мастеров Ну, а в какой-то момент все это заканчивается Мне заканчивают делать маникюры Когда мне уже закончили его делать Ляна пересаживает к моему мастеру Которая начинает делать До наращивания этой дырки Которую зачем-то Ляне организовали Делать ли они дизайн Делать ли они, там, не знаю Все, что нужно было тебе делать Во всем этом маркописии Когда Ляна пересела к моему мастеру Ей начали только-только лишь доделывать маникюр Потому что не до конца хорошо обработали кутикулы И вот это вот все Ну, и пока мы с Ляной рофлили Потому что, знаете, уже та стадия принятия Когда тебе просто смешно от всей тупости происходящего Она такая говорит Давайте сделаем мне змеи объемных И мастер такая Ну да, давайте, я умею Сейчас напишу на что-то страстно давить Господи, на машине Вы-то такое придумали Да, там она придумала Змеи лепить За нютиком пришла Меня главная на нюти склонила А сама там сейчас со змеями Какими-то, господи, возят уже всего Я такая чисто устала от розовой от страст Синий Просто молочный Синий Походу, когда мне делали маникюр Мы решили делать другой дизайн Потому что Ну, я увидела, как Лисия сделали Это было нормально, неплохо Но я решила, что в целом Можно что-то поэкспериментировать Да И сделала что-то поинтереснее И нашла дизайн Со змеей на ногтях И, собственно говоря А, кстати, мастер же Еще с вами неловкая Она поняла, что Мы снимаем проверку салона Да Она это поняла Моя Да, Лисина Она не сказала это напрямую Типа Ну что, вы проверку снимаете, да? Она просто такая А я вот смотрю Видео проверок Там вот на одну девушку подписана На мою подругу Да, типа Я вот вообще подумала Как она смотрит видеопроверок Но не видела никогда нашим Девушки Буквально невозможно Естественно Вот, учитывая, что она смотрит мою подругу С которой, да Которая у меня на канале появляется Но которая появлялась на канале я Это вообще невозможно То есть, ну, рекомендация Минимум Все бы друг от друга были Это факт Вот И она такая вот И я каждый раз так боялась Что, типа, придут тоже ко мне с проверки И я такая Доброе утро Одновременно забегая И в то же самое время Не забегая вперед Скажу, что конкретно к мастеру На данном моменте времени Претензий у нас было ноль Если бы не вся эта шляпа С записью со стороны администраторов Которая просто Бэм Все было бы потрясающе Потому что реально Мы вместе делали Мы не круто быстро Да, мастер что-то не умел там делать Но абсолютно любой мастер Имеет право Что-то умеет делать Что-то не умеет делать И это нормально Вопрос только в том Что, когда ты идешь За определенным дизайном И заранее пытаешься его согласовать И администратор тебе говорит Да, приходите Мы вам все сделаем Вот это не круто Красота какая Свою змею варят Такая варененькая Пошел Должна быть толстая Выпуклая Попустите Да, да Это и так на будущее Я не знаю В каком моменте Трени Ляйин Решила делать Вместо того Что у меня Объемных голубых змеек Но, блин Это было так залипательно Наблюдать за этим процессом И вы знаете Их делать казалось Достаточно быстрее Чем может показаться На видосе Но реально Минут за пять Наверное Все было сделано Слушай, слушай, слушай Чтобы не растопся Слушай, слушай Чтобы не растопся В общем Паш Давайте Так, с меня 3700 А с Селяны Ага Ну, кстати По цене Достаточно прикольно Потому что Получается Было наращивание С каким-никаким Дизайном Не знаю Может нам сделали Конечно Скидку Но Нормально Это нужно При окружении Ну, Лена вышла Ожидаемо-дорожная У нее длина Как бы больше Эти Змейки Которые объемные Так что В принципе 5000 Тоже нормально Мы долго выбирали Какой сделать цвет змеек Типа сделать их красными И основу ногти Сделать зелеными Чтобы это было Как Гуччи Да Как Гуччи Но решили Сделать синих змеек На молочном фоне Вот И получилось красиво Получилось красиво Мастер меня спросила Всем ли я довольна Точно ли Всем ли я довольна Видимо для того Чтобы я не обосрала Как выйду из салона Но мы не отстираем Когда мы выходим из салона Мы всегда прям горим Да Мы никогда так не делаем Если типа плохо Мы скажем, что плохо И в целом Маникюром я правда довольна То есть прошло сколько времени У меня ничего не отвалилось Ничего не У меня уже другой маникюр Лена все еще садикует Да У меня ничего не поменялось Все супер Посмотри, как мы делаем 14 апреля А сегодня какое? Офигеть А, ну почти месяц 5 мая 5 мая? Ну А напишите в комментариях Когда это видео вышло На канале Мне очень интересно Маникюр мы делали 14 апреля Снимаем видео 5 мая А, да, понятно Оно выйдет, наверное, в июне Да, а вы напишите Мать, поэтому Присылайте ваши идеи В телеграм подписывайтесь Присылайте идеи И отправим Лену На какой-нибудь маникюр Давайте пришлем Что-нибудь супер Мега трэшовое И найдем ей супер трэшовый салон Давно она не была в трэшалоне Подписывайтесь на телеграм Буду ждать идеи